Здравствуйте, дорогие зрители! Зрительница попросила рассказать меня об индийских отелях, какие они бывают. И исполняю просьбу. Я в Индии был месяц, жил я в Джайпуре. Это столица Раджастана, штат Раджастан на севере Индии. И вот какие я излёг интересные выводы, сделал выводы и излёг уроки из этого. Один мой знакомый, который много раз был в Индии, узнал, что я жил в отеле. В таком-то отеле за такую-то стоимость, он очень удивился и сказал, но там же есть намного дешевле отели. Зачем так дорого платить? Да, есть. Есть дешевле. Но я видел эти отели, но я выбрал отель, который соответствует моему уровню комфорта. У меня есть свой стандарт комфортной жизни. И за это надо платить. Я за это плачу. И причём с удовольствием плачу. Сначала... Итак, значит, отели в Индии все наглухо закрыты. С наглухо закрытыми окнами. Вы не можете открыть там окно. Либо с решётками, если это исторический центр. И отель небольшой. Там на окнах решётки. И на окнах ещё такая металлическая сетка. Почему? Потому что в Индии очень много живности. И там очень много обезьян. Обезьяны везде. Много белок. Вот этих бурундучков. Которые просто ползают по стенам домов. По вертикальным стенам. 90 градусов. И много голубей. В общем, живности много. Поэтому... Ну и плюс, конечно, комары. И всё такое, да. Поэтому всё наглухо закрыто. И когда... Да. И вот первый мой отель был с большими окнами. И выходил на южную сторону. И поэтому всегда там солнце светило. И солнце попадало в номер. И номер прогревался. Зимой так это вообще очень хорошо. Вот. И я помню... Попросил открыть это окно. Они сказали... Ну... Мы, конечно, можем открыть. Но тогда всё это на вашу... Так сказать... На вашу ответственность. Потому что если обезьяна туда забежит. То она может там наделать много беспорядка. Вот вам, кстати, чем отличаются обезьяны от людей. Люди всё приводят в порядок. А обезьяны всё превращают в хаос. Вот. Тонкий намёк мой. И поэтому, да. Я согласился. Согласился с этим, да. Действительно. А с животными лучше не связываться. Животные абсолютно... Они на инстинктах и рациональные. Поэтому, чем более человек иррационален, и неразумен. Но тем более он животное. Вот. Итак. Обезьяны. Значит, обезьяны защищают от них. Плюс воры, конечно, от воров. Всё это защищено решётками и сетками. Либо наглухо закрытыми стеклопакетами. Дальше. Можно жить в дешёвом номере, как один мой знакомый всё время живёт в таких номерах. Но там может вот так вот проваливаться матрас. Конечно, можно просто сломать там позвоночник. Я предпочитаю жёсткий матрасик такой, на котором можно спать. И позвоночник не подвергается вот этой нагрузке. Поэтому надо обязательно проверять кровати. И в принципе, в индийских отелях можно попросить показать номер. Прийти туда и вам покажут. Многие номера, особенно в историческом центре, они не имеют даже окон. То есть, там нет окон. Не удивляйтесь, если что. Но это недорогие номера. Значит, при отелях, при некоторых отелях есть спа-салоны. Там оказывают услуги массажа и секс-услуги. Тоже есть такое. В некоторых отелях завтрак могут вам в номер приносить. Там нет столовой. Завтрак приносится в номер. Вам нужно просто заказать. В номере есть меню. Вы можете выбрать, заказать. И вам принесут в номер завтрак. А в других отелях есть большой ресторан. И там завтрак и ужин есть тоже. И вы просто спускаетесь туда. И шведский стол. Выбираете все, что хотите. Вот я жил сначала в таком отеле, где был шведский стол. Завтрак был включен. Мне все очень нравилось. Еда вегетарианская, индийская. Одни. Все названия незнакомые. Но я потом уже там что-то привык. Выучил. Особенно эти лепешки. Пури, наны и так далее. Еда острая, может быть. Надо все пробовать. По чуть-чуть. Но она вкусная. Вкусная. Особенно мне нравилось на завтрак есть омлет. Омлет с масалой и сыром. Вот очень сытно. И очень вкусный омлетик. Я его все время заказывал. Кстати, его не было там. Вот на шведском столе его не было. Официант подходил и спрашивал, хотите омлет? Да. И вот. Потом я его заказывал. Очень хороший кофе там был. Я рассказывал. Вот эспрессо. И я тут недавно был в одном ресторане. Здесь уже. И заказал кофе. Ну, принесли просто в воду подкрашенную. Вот у меня такое было впечатление. Я отказался от этого кофе. Нет кофе никакого. В индийском ресторане очень хороший кофе подавался. Эспрессо. Двойной эспрессо. Чувствуется, что кофе. Вообще, еда там хорошая. Хорошая еда. Я не имею в виду там уличную. Это ужас, конечно. И запах там этого масла прогорклого такого. Знаете, постоянно в этом масле. В общем, это кошмар для меня. Я не ел там на улицах. Единственное, пару раз я рискнул купить соки свежевыжатые. Но ничего, обошлось все. Обошлось. Но соки вкусные. С разными фруктами экзотическими. Из мандаринов там сок. Еще там что-то уже не помню. Вот. В отелях. В отелях есть отели, где убирают каждый день номер. И обязательно приходит несколько человек. И они убирают. Очень хорошо убирают. Все моют. Вот в первом отеле как раз так и было. Приходили ребята и все намывали. Приносили мне воду. Много воды давали. Потом чай в пакетиках, кофе в пакетиках, молоко в пакетиках, сахар. Все. Сколько хочешь пей. Я такой вот водохлеб и чай люблю. Особенно. Я из Индии привез настоящий индийский чай. Я его пью каждый день. И не нужен ни кофе мне, ничего. Вот чай только. Прекрасный чай. Но здесь такого не купишь. Вот чай так чай. Вот индийский чай. Обязательно. В Индию надо съездить обязательно. Ну, там просто отпугивает что? Нищета отпугивает, конечно. Люди навязчивые. Антисанитария. Вот это вот, да. Но надо съездить в Индию, чтобы чай попить. Поесть еды хорошей. Побывать обязательно на индийской свадьбе. Это обязательно, если у вас есть... Вот есть такая возможность побывать на свадьбе индийской. Ну, побывайте. Потому что там вы увидите много красоты, украшений золотых, нарядных людей. Особенно женщин, конечно. Особенно женщин. Обряды эти посмотрите. Кое-что я... Ну, я многое поснимал, снял на видео. Так что у тех, у кого нет возможности поехать в Индию, Могут посмотреть. Это... В общем, да. Не у всех есть такая возможность, я понимаю. Поэтому я снимал видео для вас. Посмотрите. Очень интересная свадьба. Вот. Значит, дальше. Отели. Отели. Вот такие отели с завтраками. Рекомендую брать завтраки. Потому что там индийская кухня. Вы ее попробуйте. Вот. И, в общем-то, так более-менее сбалансировано. Единственное, что... Ну, мяса нет. Мяса нет. Мяса мне не хватало. Поэтому я вот... Когда вернулся, я тут мясо ем каждый день. Вчера я купил стейк. Такой серьезный стейк. И вот его жарил. И съел с удовольствием. Значит, фрукты, папайя, ананасы, арбузы. Вот. Различные напитки. Ну, я в основном пил чай. Масала чай обязательно. Кстати, везде по-разному готовят чай масала. Вот. И вот эти их лепешки. Лепешки лучше всего есть свежими. Вот. Только-только их приготовили сразу съедать. Потому что если они полежат, то уже не то. Вот. Я тоже пристрастился к индийской кухне. И понимаю ее вкус. И разнообразие. Я нашел там, на этих завтраках, свой набор такой еды. Вот в эти маленькие металлические пиалочки. Туда что-то. Чем-то их заполнял какой-то едой. Уже не помню просто, что я ел. И вот эти названия. И потом вот один за другим я съедал. Это, знаете, похоже на такую просто симфонию вкусов. Вот симфония вкусов. Вот произведение просто. И вот получаешь удовольствие от еды. Вот я на завтраке получал от еды удовольствие. Вот так-то. Я думаю, что да. Вот так. Поэтому обязательно попробуйте эту индийскую кухню. Ну, а у вас и не будет выхода. Поэтому выбирайте такой отель с завтраками. Вот. Это лучше всего. А второй отель у меня был, он там меню. Там нужно было еще дополнительно платить за завтраки. То есть, я просто переехал в исторический центр. Я жил в самом центре. Вот рядом с Хава-Махал. Хава-Махал. Это вот место, где был гарем. Находился гарем. И еще называется храм ветров. Потому что там такие маленькие окошки. Кто следил за моим вояжем по Индии, по северу Индии, видел эти ролики. Кто нет, посмотрите. Они есть в шортсах. Вот такое высокое строение. Я видел его и снаружи, и внутри я побывал тоже. Естественно. Естественно. Все культурные места я посетил. Все важные достопримечательности я посетил. Посетил. И получил огромное удовольствие от этого. Вот там был гарем. Махараджи. И женщины не могли выйти оттуда. И они смотрели на городскую жизнь и сквозь вот эти маленькие окна своего дворца. Вот. Поэтому. Вот я жил неподалеку. Там же рядом находятся и находятся очень важные храмы для индусов. Храм Кришны, храм Говинды. И находится королевский городской дворец, который мне очень понравился. Я тоже все это снял. Посмотрите в шортсах обязательно. Посмотрите. Мне очень нравится, как живут короли. Так и должен жить человек. Это чистота обязательно. Это чувство собственного достоинства. Это роскошь. Это богатство. Там все представлено. Все сферы жизни. И допустим, это текстиль. Одежда их. Боже мой. Почему мы так не одеваемся сейчас? Потому что, даже если человек разбогател, все равно у него остаются эти привычки. И, к сожалению, на свадьбах можно увидеть эту одежду, расшитую бисером и так далее. Ну, а так это уже история. Либо на каких-то таких приемах очень высоких, наверное, можно встретить еще такие отголоски роскошного прошлого. Махараджи. Ювелирные украшения. Другая сторона. Ювелирные украшения. Тоже роскошь. Красота. У нас не носят таких. Ну, цепочечка какая-то там. Ну, кольцо. Все. Там обильность этого всего. Золото. Браслеты. В нос украшения. Кольца. Колье. Ну, все красиво. У мужчин серьги. Очень красиво смотрятся. И просто золотые. И с драгоценными камнями. Ну, очень красиво. Жемчуг, разумеется. Махараджи. Очень любили жемчуг. Вот. Так что... Ну, к чему я это? К тому, что вот мой отель был рядом с этим совсем. И исторический центр. Вы выходите из отеля. Тут же коровы. Ну, это не просто коровы. Священные животные, да. А, священные животные. То есть, святость вовсю на вас, так сказать, как бы в глаза бросается сразу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. И в отеле во втором, вот в историческом центре, завтраки были уже... Надо было заказывать. И вот я один раз заказал этот завтрак. Я пожалел об этом. Надо было все-таки пойти. Там недалеко ресторан был. Я так туда и не дошел. И попробовать эту курочку саджи... Ну, ладно. В следующий раз. Я заказал в номер себе завтрак. И что мне принесли? Мне принесли зажаренное яйцо с хлебом. Я даже не знал, как это называется. Все-все-все по-инди... На хинди название. Ну, вот что-то такое. Обычное. И принесли вот это. И принесли столовые приборы. Жирные. Грязные. Грязная посуда. Которую... Ну, не мыли, наверное, ну, несколько лет. Вот. Ну, представьте себе это. Меня, конечно, это сразу рассмешило все. Потому что принесли-то мне это на подносе. С улыбкой. Вот. Парнишка. С улыбкой. С радостью. С счастьем. Что он это приготовил. Что он сейчас заработает. Вот это все. Но, да. Так что, смотрите. И он же искренен. Это не то, что там думают, что человек может подумать, что кто-то делает какие-то гадости. Издеваются. Нет. Они не издеваются. Они просто сами так живут. Для них это не проблема. Антисанитария для них это не проблема. Они этого не замечают. Они к этому привыкли. И они не болеют. Потому что из-за этого. Потому что, во-первых, мы будем переживать из-за грязных столовых приборов. Правильно? И уже эти мысли нас будут отравлять. И это уже будет для нас стресс. И мы сами эти болезни, в общем, и вызовем у себя. А во-вторых, они едят очень острую пищу. Очень. Чили. Перец чили добавляется везде. Пища острая. Она уничтожает все бактерии. Так что. Но для наших желудков это, может быть, и не каждый выдержит. Вот. И вообще такой пофигизм там. Вот я, помню, зашел я в ресторан в один. Заказал себе еду, там, курицу. Что-то такое. Ну, вкусно. Вкусно. Все. Нет. Все вкусно. Но меня спрашивают, что не острая. Not spicy. Не острая. Я говорю, not spicy. Не острая. Окей, окей. Ну, и что вы думаете? Принесли острое, конечно. Это не потому, что они... Еще раз говорю, они не издеваются. Нет. Это просто они вот такие люди. Они могли забыть. Они могли забыть. Он мог не передать это повару. Повар мог забыть. Потом повар мог подумать, что для него spicy, а что нет. Что для него острое, а что нет. Он мог перепутать и так далее. Там в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Там не очень слышат других людей. Вот, поэтому вот такой отель был. Отель, да. И в этом отеле не убирали каждый день. Не все любят, чтобы убирали каждый день. Чтобы вот там не убирали. То есть, я там просто мусор собирал и отдавал им. Вот. Везде есть вода горячая. В некоторых отелях есть даже лосьон для кожи. Лоушен. Такой, да. Вот. Для рук. Чтобы ручки были мягкие. Нежные. Чтобы... И вот в первом отеле, где я жил, на четвертом этаже, там телефоны стояли. Телефоны были. Два телефона. Один в комнате, второй в туалете. Я мог из туалета позвонить на ресепшн. И там сообщить, если надо, что-то. Вот так. Так что, если с вами что-то в туалете случилось, то вы можете позвонить и вам тут же помогут. Вот. Везде есть кондиционеры. Но я ими не пользовался. Не пользовался кондиционерами. Потому что я люблю жару, в принципе. Даже когда жил на Крите, вот. Там 30 градусов было. Я не включал кондиционер. Потому что мне нравится, когда жарко. 30 градусов самое то. Вот. Так что, в отель, в некоторые отели, там пишут прямо, нельзя приводить гостей после 10 вечера. Чтобы там было тихо. А гости могут прийти. Потому что там очень легко познакомиться в Индии. С кем угодно. И, так что, индусы общительные очень. Вот. И, если, если мужчина приехал, то он вполне может все там кого-то найти. Кстати, вот отели разного уровня есть. Начинаются от rooms. Такие комнаты. Их, я так понял, используют для встреч с женщинами. Вот. Какие-то женщины за деньги. Мужчина может привезти женщину на ночь, допустим. И все. Там с ней покувыркаться. Это стоит очень дешево. Такие отели, rooms, комнаты. Вот. Потом подороже уже. Там вот хостелы. Они немножко дороже. Ну, удобство там на этаже. Все. У вас просто одна комната там. И, может быть, очень неудобная кровать. Дальше отели. Тоже разные. Могут быть без окон. Ну, без окон, без дверей. Да, двери-то есть, конечно. Окон нет. Тоже надо смотреть на кровать. Вот. И там уже в номере туалет и душ. Дальше. Да. При отелях есть спа-салоны. При некоторых, не при всех. Либо рядом с отелями есть спа-салоны обязательно, где делают различные виды массажа и предлагают секс-услуги. Дальше. Дальше отели есть еще дороже. И там уже более цивильно все. Это для среднего класса. Вот у меня отель был для среднего класса. Как раз. Он стоил. Вот. Для среднего класса 35-40-50 евро. Отель будет стоить. Сутки. В Индии. Вот. Несмотря на то, что цены там довольно-таки низкие на все. Ну, килограмм мандаринов 20 рупий может стоить. Вот. То есть, где-то 20 центов. То отели уже надо платить. За хороший отель надо платить. Ну, и цены и выше. Ну, допустим, Хилтон. Хилтон очень хороший отель. Это будет стоить намного дороже. Или отели с бассейнами там и так далее. Вот. Пять звезд. Конечно, это дороже все. Есть и такие отели. Естественно. В Агре, допустим, есть Хилтон. Агра. Там, где находится Тадж-Махал. Где я тоже был. Я очень рад, что я туда съездил. Потому что одно дело ты смотришь картинки. А другое дело посетить. Это совсем другое. Мало смотреть картинки и видео. Надо побывать. И увидеть, увидеть это все. И вот обязательно. Там в Агре есть Хилтон. Обязательно. Потому что Тадж-Махал всемирно известная достопримечательность. Объект всемирного культурного наследия. Поэтому там очень много туристов. И понятно, что Хилтон там тоже есть отель. Где могут остановиться богатые люди. И переночевать. То есть, там есть для всех. Для всех уровней. Для туристов с любым размером кошелька. Скажем так. Есть и очень дешевые отели. А есть и очень дорогие. А есть средние такие. Вот я средний. Мне достаточно этого уровня комфорта. Все современно. Все чисто. Все безопасно. Все. Нормально. Нормально. Вот. Так что. Лучше заранее бронировать гостиницы. Особенно если речь идет о предновогодних. Каких-то днях. Или там сезон свадеб в Индии. Вот как я попал, допустим, в декабре в Индии. Сезон свадеб. Свадьбы. Каждый день свадьбы. И в национальном индийском духе. Я там. Я мимо приезжал. Мне удалось снять слонов. Наряженных. Канье и так далее. Вот. Лучше заказывать заранее. У меня так и получилось, что отель уже был забронирован. Весь отель. Поэтому мне пришлось оттуда съехать и переехать в другой отель. Но я об этом не жалею. Наоборот. Это новый опыт. Я только. Только за это все. За новый опыт и новые впечатления. Вот. Так что все к лучшему. Но тем не менее. Чтобы не остаться на улице. Хотя там живут и на улице. Но зимой холодновато. Да. Все таки. Но это. И. Это слишком экстремально было бы. Слишком экстремально. Вот. Так что. Всем желаю прекрасного путешествия по Индии. Будьте осторожны, конечно, там. Самое главное. Не показывайте никому деньги. Никому не показывайте деньги. И не говорите о своих планах. Вот. Ни деньги, ни ювелирные украшения. Дорогие и так далее. Вот. И. Старайтесь там не терять голову. Вот. Так что береженого Бог бережет. Но самое главное. Деньги не показывайте. Потому что если они увидели деньги. Они будут думать, как у вас их украсть. Запомните это. Вот. А так. Да. И. Конечно. Есть отели для. Любых. На любой вкус. И. По любой цене. Но помните, что. Конечно. За комфорт надо платить. И так везде. За комфорт надо платить. Кстати. В Европе есть отели. Очень хорошие. Я вот. Помню. Где я останавливался. В Болгарии. В Германии. Намного дешевле, чем в Индии. И. Очень хорошие отели. Вот. Но. Вы приезжаете в страну. Там свои. В каждой стране свои особенности. Свои. Порядки. Свои. Стандарты. Свои правила. Так что. Надо принимать это. Искать. То, что приемлемо для вас. Вот. А найти это всегда можно. Всем. Хорошего путешествия по Индии. И. Вообще. Путешествуйте. Больше. Потому что. Это нужно для нашего роста. Тоже. Для нашего развития. Вот этот новый опыт. Новый культурный опыт. И. Возможность посмотреть на себя со стороны. На. На свою культуру. На свою страну. Сравнить. Мир. Довольно таки большой. Пока вы его не. Мы не проехали. Весь. Да. И. Это интересно. Ну. И. Иногда это и опасно. Так что. Нужна определенная доля смелости. Чтобы поехать. Вот. Но. Для женщин. Допустим. Вот эти. Азиатские страны. Как и для мужчин. В принципе. Это. Такой секс рай. И. Там. Если в своей стране трудно найти мужчину. То можно найти там. Легко. Они вас найдут сами. Вот. Азиатские страны. Не пропустят вас. Обратят внимание. Так что. Кто ищет приключений. Опять же. Индия. Та самая страна. Вот. Пишите. Задавайте вопросы. И. Делитесь. Своими впечатлениями. Об Индии. В комментариях. Я с удовольствием почитаю.